Светлый и добрый праздник Новый Год непременно готовит чудо каждому из нас. И в это искренне верят ребята, которые пришли на новогоднюю елку главы городского округа Мытищи. Начался праздник в фойе дворца Яузы возле елочки. Для детей была подготовлена праздничная программа с участием сказочных героев. Мы настроены, чтобы дети поверили в чудо и были счастливы. У них все было хорошо, они были добрыми, и чтобы у них все было в жизни замечательно. Все дети нуждаются в заботе, любви и внимании. Особенно малыши ждут радостных событий в новогодние праздники. Традиционные игры, веселые хороводы и, конечно, стихотворения про главный символ Нового Года – елку. Елка наша просто дива, и нарядна, и красива, неустанно вся сияет. Этим очень восхищает аромат ветвей, гонит радостно детей. На ней дождик, мишура и красивая звезда. В этот день не только дети радуются, но и родители. Многие приходят на праздник целыми семьями. Мы уже второй раз с удовольствием принимаем участие в новогоднем праздновании, потому что атмосфера на всех заряжает. Хочется прикоснуться чуть-чуть к празднику и почувствовать атмосферу Нового Года. Почему вы семье ждете? Ну, наверное, здоровье. Остальное все приложится. Нравится. В том году было очень прекрасное представление. Надеемся, что и в этом тоже доставит радости, веселья детям и взрослым. Расскажите, а чего ждете от Нового Года? Как поет Виктор Цой перемен, только в лучшую сторону. А ребятам что-то? Ну, я хотел бы радости в этом году себе. На этой елке очень много представлений, веселого. После веселых игр фойе Дворца культуры зрители отправились в главный зал, где их ожидало новогоднее представление. Увлекательное путешествие в сказочный мир Нового Года. Это особенный подарок для каждого ребенка. Рождество, Рождество, Новый год и связки. После юнки во дворе дружить здесь пора. Танцы шутки, громкие смех, песни и заказки. Время сказок, и чудес, зимняя пора. Новый год юные жители городского округа Мытищи, как всегда, отмечают с размахом. Кто-то уже побывал на елке губернатора, которая состоялась в Крокус-Сити-Холле. Продолжением праздничных мероприятий как раз является елка главы для детей с ограниченными возможностями здоровья. И на этом сюрпризы не заканчиваются. Вплоть до Рождества практически ежедневно будут елки. На следующей неделе наши дети также будут выезжать на областные мероприятия. И 29-го состоится елка президента Российской Федерации. Очень насыщенная программа как перед Новым годом, так и после Нового года. И 8 января завершится все рождественская елка, которая у нас пройдет в театре-фест. В завершении сказочного представления всем детям были вручены сладкие новогодние подарки в виде символа Нового года – желтой свиньи. Алла Сталаева, Олег Степанов, информационная программа «День».